Долгожданная премьера. 5 декабря в широкий прокат вышла военная драма «Ржев», посвященная подвигу советских солдат под Оржевом Тверской области в годы Великой Отечественной войны. Посмотреть картину могут все желающие тверичане. Во время Великой Отечественной войны в Ржевском районе шли ожесточенные бои. В 1942-1943 годах в наступательных и оборонительных операциях на Ржевско-Вязинском выступе советские войска потеряли около 400 тысяч человек. С учетом раненых общие потери составили более миллиона человек. В 2007 году Ржеву присвоено почетное звание город воинской славы. По сюжету фильма события развернулись возле села Овсянниково, когда в феврале 1942-го терпящая потери рота красноармейцев все-таки выбивает врага из населенного пункта. Уставшим и измотанным бойцам, которые никак не дождутся подкрепления, дан бессмысленный и беспощадный приказ удержать село любой ценой. Мы должны заставить их понять, что мы умеем не только отступать, но и стоять насмешно. Напомним, что два предпремьерных показа фильма состоялись в Ржеве и в Москве. В Ржеве зрителями картины стали ветераны, жители города и молодежь. А 30 ноября в кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы в Москве состоялся второй премьерный показ фильма «Ржев» с участием тверского губернатора. Я еще раз хотел бы выразить слова благодарности коллективу, тем людям, которые организовали создание такого замечательного произведения. Очень глубокий фильм, неповторимый. И в конечном итоге мы видим, что действительно дух советского человека, дух русского человека – это то, что невозможно сломить ни в каких обстоятельствах, никакой мощью. Отзывов очень много. Ну, как, к примеру, депутат Государственной Думы Николай Валуев поблагодарил автора фильма «Ржев» за качественную работу. Депутат также поделился впечатлениями и предложил своим подписчикам в социальной сети тоже посмотреть фильм «Ржев». Часто бываю в тех местах. Многие сотни тысяч советских солдат и офицеров погибли в боях под Ржевом. Ценой своей жизни они спасали столицу, оттягивали на себя значительные силы немецко-фашистских захватчиков. С 5 декабря картину можно увидеть на больших экранах во многих кинотеатрах страны. Продолжение следует...